Друзья, всем привет! Это TomTom Hair. Машиночки, триммеры, шейверы и всякая другая парикмахерская утварь. Вот этот аппарат, машинка для стрижки Jeep. Посмотрим ее, распакуем, чуть-чуть сравним, чуть-чуть подстрижем, сделаем выводы. Как обычно, ребята, все откровенно, честно, по существу, новинка. Погнали на стол, будем ее распаковывать. Здесь нас встречает какая-то интересная бумажка. Тот самый Jeep получается, который автомобили сделали. Здесь такая небольшая памятка по уходу за инструментом. Возьмем четыре с половиной, если сравнивать с насадочкой Волк. Волк немножечко поприятнее, я думаю. Это матовая, это более такая скользкая. Адаптер. Зарядка Type-C. Док-станция Jeep. Хорошо, масло, бутылка. Масло тоже надо. Тяжетина, щетка мягкая, в отличие от моей щетки, у моей щетины более жесткая. Вот он, этот монстр, этот внедорожник, Jeep. Вот такое у Гаммы. Видите, плоскость здесь больше. Конечно, Воловские поприятнее, насадки. Воловские сюда тоже подходят. Я, в принципе, только Воловские, не стараюсь работать никакими больше. Нормально здесь все четко. Здесь, чтобы открутить болт, видите, нужен шестигранник. А его в комплекте-то нету. Внутри тут только ебать. Здесь посажено все на силикон, клей. Вот эта тема. Такое ощущение, что она для чего-то предназначена. Но она ни хрена, ни для чего не предназначена. Просто она здесь мешает. Щелчки здесь достаточно хорошие, но чуть-чуть какие-то резкие. Знаете, иногда в работе у меня было так, что эти щелчки проскакивали. Хочется на один, а нитчик проскакивает. Чуть-чуть напрягаешься, она уже раз, перещелкивается. Приходилось как бы прям концентрироваться на том, чтобы переключить. Вот это маленький минус. Активное лезвие, как у GRL. 345 грамм. В сравнении с GRL, допустим, 274. Наверное, не знаю, что это алюминий. Приятный, в общем, на ощупь. Короче, не нравится мне вот это расширение. Как-то неудобно. Я привык всегда куда-то подбираться. Вот сюда, к машинке. То есть, а ей приходится стричь вот так. Давайте включу. Послушайте. 7000 оборотов. Здесь это минимум. Вы можете накручивать больше оборотов. До 9000. В чем неудобство. Вы включаете, начинаете переключать, а он начинает троить. Работает не идеально. Чтобы идеально работало, нужно вот так потихоньку крутить. А когда начинаешь быстро крутить, она начинает троить. Также здесь показывается заряд 260 минут, а здесь 43. И видите, вот этот фонарик. Ну, он здесь мешает. Только он ничем не помогает. Видите, он отбрасывает жесткую тень от ножа. обороты 9500 вообще показывает никуда себе. Зарядка здесь Type-C тоже с вот такой вот ребристой поверхностью. Видите, как заряжается интересно. Цифры заполняются. Достаточно простенько. Свою функцию выполняет. Можно попробовать ей подстричь. Давайте это сделаем. Очень круто снимает. Она мне понравилась. До этого, наверное, примерно что-то было у JRL. JRL тоже не идеально. Да никакая вообще машинка, в принципе, идеально этого не делает. Но как бы все равно есть какие-то фавориты лично у меня. Была бы она полегче. Почему они не могут сделать идеальную тачку, чтобы она устраивала всех? Хотя для любителей потяжелее. Я думаю, что эта машиночка будет крутая. Но вот именно вот в этой части мне вообще не зашло. И вот это сзади, вот это вот этот элемент мне он не понравился. А фонарик этот очень недоработанный вещь. Блин, нереально впихнуть мне кажется в машинку фонарик, чтобы он работал круто и идеально. Честно, я бы не смог работать ей на постоянном. Не смог. Субтитры сделал DimaTorzok Месяц там или сколько она пришла, сколько я работал, около месяца. Под утихли мои впечатления. Блин, на дистанции мне не заходит тяжелая тачка. Да, она не такая тяжелая, как некоторые там другие, но все-таки она тяжелее, чем JRL, тяжелее, чем GAMMA. Я люблю легкие тачки. Вот эта большая сиська мне не понравилась. Хотелось бы, чтобы она была поменьше, либо ее вообще не было. Я бы хотел, чтобы вот здесь просто было, как у JRL. Два режима. Пусть уберут фонарик, сделают это первым режимом, нижнюю кнопку сделать вторым режимом. Срежут его так по корпусу. Эргономика-то вот здесь прекрасная, просто она тонкая, приятная система переключения. Да, прикольно. Раз-два, попользовался и все. Работает некорректно. Я думаю, что я оставлю ее себе исключительно, чтобы снимать массу. Я еще попробую какие-нибудь ножи, может быть, другие поставить. Также момент. 9000 оборотов. Насколько хватит лезвий? Насколько хватит вообще этой машинки, чтобы проработать в таком режиме? Стоимостью где-то 9, около 10 тысяч рублей можно найти. Может быть, даже и дешевле есть на 9000 оборотов. И прямо они чувствуются. Вы видите, когда я замерял на условном этом приборе замеров оборотов, он показал даже 9500. Ну, как-то что-то непонятно. Так давайте-ка еще раз попробуем. Поставлю я поменьше оборотов, 8000. И попробуем еще разочек. Ну да, это сильно, сильно. Сейчас, когда я себе брил бошку, лезвие нагрелось очень сильно. Мне пришлось его взбрызгивать охлаждающим спреем. Сами все видели, щетку просто в пух и прах он разорвал. Первый раз не получилось что-то у нее. Это были 9000 оборотов максимальные. Видимо, надо было чуть поменьше поставить. Не успевала она спиливать. А второй раз, вы сами видели, я поставил там на 8000 и просто она ее не почувствовала. Шестигранник-то надо теперь искать. Друзья, это была машинка джип, от того самого джипа, который производит внедорожники. Нихуя себе, вы скажете, да? А где же здесь выхлопная труба? Зачем вот эти вот габариты, вот эти здесь? Всем спасибо за просмотр. Я попрошу вас подписаться на свою социальную сеть. Убедительно прошу подписаться на нее и подписаться на канал, потому что я смотрю, что многие комментируют и нихуя не подписан. Так, ладно, вы были на канале Тон Тон Хэйер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok